Доброе утро! Точнее, в любое время суток будете смотреть это видео. У нас второй день по Стамбулу. Погода меняется, но мы взяли на всякий случай зон, потому что в прошлый раз вымокли. И специально вчера ничего не кушали на ужин. Во-первых, не хотелось, потому что когда ты ходишь по городу и пробуешь разные вкусности, то уже просто не хочется. А с другой стороны, потому что сегодня мы идем на турецкий завтрак. Конечно же, на турецкий завтрак надо прямо идти голодным, потому что вообще будет объедалово. У меня есть видео по поводу турецкого завтрака, потому что вы можете посмотреть на европейский, на азиатской части. Я-то в это думала поехать на Галату, там открытый завтрак, но решила, все-таки передумала, более на традиционный вариант сходить на азиатской части. Я называю Этэнди, но это неправильно почему-то. Этэнди как-то так читается. Там безлимитная базлама, пышки, варенье, гёзлимэ. Поэтому хороший вариант, чтобы познакомить с турецкой кухней, вот, с завтрашнего варианта. Поэтому сегодня... И потом мы после этого поедем попробуем Бозу на зимний напиток и на Фатих, либо Султан Ахмет, кто как лучше запоминает. Вот. Так что оставайтесь с нами, никуда не уходите, будет у вас классный маршрут на целый день. Ну что, мы пришли, сели, пока людей не особо много, но они потихоньку будут подтягиваться, в итоге же мы пришли в будний день. Здесь наши дамочки, которые готовят, давайте приступать. Вот так выглядит правильно турецкий завтрак. Здесь у нас пиши, бозлама, сучук, всякие помазки, махмала, менэмен и картошка. И сейчас мы попробуем это всё съесть. Так, сейчас Наташа поделится мнением, что ей понравилось, а что нет. Мне понравился суджик, мне понравился сыр, сыр, яичница, яичница, картошка. Картошка у нас вкуснее. Так, из этих флот понравилась вот эта картошка. Тут, ага. За годами понравились кипят, банк, морковка. А как тебе кипят, например? Липецкое? Да. Ну, интересно, да, интересно. Ну, в сочетании с этими бродами вообще хорошо. Вот эта вот тушенка белорусская, почти белорусская. Так, вот эта вот специтическая. Каймак, не особо. Пикмеская, вот это ягода, пикмесная. Да. Слинка, вот это тоже. Пикмес. Не очень. Шоколада, кайфик, 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 кайфик. Сырый вкусный. Сырый вкусный. Наташа не рассказала про вот эту мезешки. Она не особо просто любит. И маслины с оливками она просто не любит тоже. А так... Ёх, Каташа, там периодически предлагают еще добавки, но объективно не нужна добавка. Картошка могу прокомментировать, естественно, не особо. Как-то я первый раз здесь попробовала. Не соленая. Вот, опять же, может быть, не самая решающая из всего изобилия. Так, мы покушали. И сейчас пришли на Мармарей, потому что поедем в Султанахмет пробовать бозу, как я вам говорила. Это монастырь Панкратура. Он сидит немножко особняком, но советуем тоже сюда заглянуть. По величине уступает только Святой София. Святыня такая от Фатиха. Мы сейчас просто идем в лобозу, но здесь тоже рядышком решили заглянуть, посмотреть. Открыт 24 на 7. Сейчас попробуем зайти внутрь. Здесь раньше, как реликвия, был камень, на который клали тело распятого Христа. Но где находятся на данный момент все эти реликвии, непонятно. Обязательно снимаем обувь, когда переходим на ковер и оставляем ее здесь. Мне все-таки кажется, что они переделали мечеть или как минимум изменили назначение, потому что от монастыря не осталось никаких вообще следов, так сказать. С виду обычная мечеть. И мы пришли в церковь одного дня, в церковь желаний, в церковь ключей, в церковь Марии. Здесь в первых числах собирается толпа людей, чтобы купить ключик, загадать желание, подойти к источнику. И когда желание исполнится, они возвращаются, чтобы поделиться сладостями, отдать ключик, показать, что желания сбываются. И вот мы сегодня пришли, сегодня не первое число, но тоже подойдем к источнику, посмотрим. Здесь можно будет ставить свечки. Так, понимаю, что-то старинное. Тихо, иконы, то, что... Хватали. Да. Значит, там Воза. Мы попробовали. Здесь дозировка. Хочешь будут? Там разные напитки, которые вообще раньше были. Тетраси. Вот то же, что мы посещали вчера в Балате. Почему мы приехали именно сюда? Считается самым таким древним кафе и аутентичным. Воза это ферментированный напиток, слабоалкогольный, из зерен пшеницы. Вкус очень специфический. Вот так вот разливают в стаканчиках и люди пробуют. Один стаканчик желательно брать на человека, больше точно не потребуется. 50 лир на данный момент стоит. Размешивайте и потом пробуйте. Вся прелесть маршрута, который я сейчас показываю, в том, что вы приезжаете по факту в одну точку и оттуда идете. Тут 10 минут, тут 10 минут, тут 10 минут. И вы, получается, не так сильно теряете время на транспорт, не так сильно устаете, потому что вы пришли, посмотрели, посидели. Ну, стояли там, попили, пошли дальше. Сейчас мы идем к мечети Сулеймания. Мне она нравится больше всего, потому что красивый вид на город. Идем, конечно, через такой райончик. Сейчас мы попали в мечеть Сулеймания. Вторая по значению и до открытия в 2019 году мечети Чам-Люджа. Первая по размерам мечеть Стамбула. Она вмещает более 5000 верующих. Расположена вот в старой части города. Все грязные части тела. Построенная в 1557 году, строилась на протяжении 7 лет. 4 года ушло на закладку фундамента и ждали, пока он окрепнет. У мечети 4 минарета, которые означают, что султан Сулейман великолепный. Четвертый падишах по счету после завоевания Стамбула. И на первых двух минаретах считается парадного входа. Есть по два балкона и на двух минаретах после по три балкона. Которое означает, что он десятый правитель династии османов. Немного запутанно, но как есть. И здание мечети хорошо освещено внутри, потому что свет падает из окон. Из 136 окон, я бы так сказала. Но самое крутое. Здесь смотровая площадка. Просто ответьте, как здесь красиво. Я всех привожу в эту мечети на майонез, самое любимое. Субтитры создавал DimaTorzok Также во дворе мечеть находится кладбище, где в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Хюрем и их дочка. Кстати, как известно, в исламской культурной архитектуре существует три стиля. Персидский, Тадж-Махал, арабский, купол скалы и турецкий. Ярчайшими образцами которого как раз и является мечеть Сулеймань, также и голубая мечеть. Они лаконичны, не угнетают своими размерами, благодаря тому, как сделана их форма. Необходимо помнить, что мечеть действующая. Здесь идут службы, но при этом она открыта для посещения туриста. Женщине, конечно, необходимо найти головной убор, брюки, то есть они более снисходительные, но также есть форма, которую можно одеть, например, при входе. Кстати, я раньше не видела вот такого экрана, и можно переводить на несколько языков, русский в том числе, и смотреть информацию на русском. Можно посмотреть на какие-то основные элементы, которые находятся впереди вас, и почитать, узнать. Мне было интересно, на самом деле, крутая вещь. Как они проверяют этот сход или поймают? Они просто пускали? По паспортам, то есть, видишь, там, покрытые женщины или что-то, не знаю, что-то, да. Мы с тобой слишком выделяющиеся, девочка моя. Белоснежки. Опять моя типичная русская внешность. Мы пришли от Сулеймани через Гранд Базар к Ай-Софии, и здесь изменения, которые после 15 числа, января, нельзя было на первом этаже, то есть только на втором этаже, а после 1 марта еще и оплата в евро. То, а мне так, немного не обоснованно. 25 евро за вход в мечеть. Крайна бы не была, там все, что должны быть бесплатные. Но с Ай-Софией почему-то никак не могут определиться, что делать. И вот я вам покажу, как это выглядит. Здесь смотрят, проверяют документы и отправляют уже в другую часть. Если что, идите туда. И последней точкой в нашем маршруте сегодня будет, это пойти в ресторан Seven Hills, чтобы покормить чаек с красивым видом. Вы туда можете идти не стесняясь, вам никто ничего не скажет, надо за что-то платить, за вход, какая-то еда, чаще всего там предоставляется. И вот мы сейчас подходим, там уже вижу людей, так что думаю, что будут без проблем их покормить, как вариант такого классного опыта. Так что без сниснения. А в Ай-Софию мы все-таки не пошли. Отожди. Вот мы приходим, тут уже есть еда. Нам никто ничего не сказал. Берешь вилочку и потом подходишь, например, к какой-то локации, чтобы это сделать. Вот мы видим голубую мечеть, как фотографируется. Хороший вариант с Ай-Софией. Внизу также есть площадка, где снимаются султаны, красивые платья и так далее. Вот тут получается покупаются билеты. Мы обошли немножко Ай-Софию. А уже здесь непосредственно вход. Вот сюда. Рекомендую это место. Оно очень классное по атмосфере. Если на вечер, то необходима бронь. И они могут не пустить в зависимости от вашего внешнего вида. Тут есть небольшой дресс-код. И также вы максимум можете посидеть два часа. И напоследок мы погадали на кофе. Вот. И рассматриваем, чем это все может закончиться или нет. И вот такой ресторанчик. Турецкий кофе тяжелый для первого раза. Здесь был десерт. Десерт вкусный. Наташа в задумащите вести. Так. На сегодня наш день заканчивается. Мы едем домой. Вы тоже едете домой. У нас еще будет шаурма. Да. У нас еще будет сегодня два проба МДНР. Обязательно. Вот. Так что ждите следующего выпуска. Пока.